Ну, я думаю, что безусловно, но сейчас Китай еще находится в той стадии, когда он сам становится на ноги, потому что хоть экономически, да, там, страна, можно сказать, вторая сейчас, да, после Соединенных Штатов, но еще технологически страна очень сильно проигрывает. Сейчас она, естественно, пытается наверстать вот это ухищение. В какой-то момент она, безусловно, как уже все экономисты говорят, там, через 5 или 10 лет, не знаю, она станет номер один, обгонит и Евросоюз, и Америку, и по объему, там, по выпускаемой продукции ВВП, да, на душу населения, там, и по каким-то технологиям. Безусловно, нам с Китаем нужно дружить, и дружить больше, чем с Америкой, но дружить очень осторожно, потому что, ну, скажем так, нынешняя власть Китая, у них одни цели, да, та власть, которая придет через одно, через два поколения, у них цели, может быть, другие. Я, как бы, из истории не знаю, чтобы Китай, там, пытался завоевать, там, все остальные территории, обычно их кто-то завоевал, то Япония их там завоевала, то еще кто-то, они в основном защищали свою территорию, и летом, когда какую-то экспансию большую проявляли на другие территории, хотя сейчас это активно муссируется, что они пытаются, как бы, Дальний Восток наш, да, там, заселить с китайцами, там, чтобы потом просто забрать его к себе. Я, если честно, не верю в это, просто там действительно, так как у нас мало людей там живет, и китайцы, которые туда приезжают, они, по большому счету, помогают и развивают нашу часть экономики, хотя какое-то количество денег они, безусловно, оттуда вывозят, к себе домой в Китай, вот. Но, тем не менее, я считаю, что партнерство с ними, оно более, более важно для нас, чем партнерство с, там, с англосаксонцами, там, есть такой термин, ну, Старико, вот, то есть больше, чем партнерство с Европой, Америкой, там, Великобритания, потому что эти страны обычно, ну, это мое мнение, что они обычно предпочитают завоевывать и забирать, нежели чем как-то дружественно договариваться. С Китаем пока удается, мне кажется, дружественно договариваться, и завоевывать у нас не собираются. Плюс, безусловно, мечта каждого, мне кажется, американского политика, особенно неокона, там, в том, чтобы поссорить Китай с Россией, чтобы они начали воевать, а потом просто забрать их ресурсы, либо просто с ослабленными этими странами о чем-то договариваться. Поэтому, безусловно, надо с Китаем дружить, но, безусловно, так же и осторожно, потому что Китай большая самостоятельная страна, и у нее будут свои, безусловно, какие-то интересы, они, безусловно, хотят получить какие-то технологии, там, ядерные, там, там, самолеты пятого поколения, корабли-авианосцы, что, конечно, просто так им это отдавать не нужно, и нужно ли вообще, то есть об этом должны политики решать. Но, в первую очередь, дружить нужно с Азей сейчас.